И это ютуб канал жирный голод. Если вы не подписаны, то подпишитесь. Короче, сегодня мы поедем в город мытища, прям реально поедем, прям на электричке опять. Но, короче, перед тем как начать это видео, давайте-ка зачитаем донат и донатерам респект. В рандомный лис 300 рублей и пишет кусь за лапку. Донатера Коранни засылает 5 евро и пишет на свое усмотрение, но не на бухло. И еще раз пишет донатера Коранни, опять засылает 5 евро и опять пишет. Копейка на ССД, респект, что про донаты заморочился. А теперь в город мытища. Итак, мы прибыли в город мытища для обзора, да. Вот, с одной стороны, конечно, грустно все, да. Метровый фанмаш, да, разнесенный уже. Парочка магазинчиков и ничего. Вот, а с другой стороны, крутые мытища, да, напыщенные. Напыщенные и набыченные, да, в них и пойдем. В крутую часть. Вот. Короче, а что в не крутую-то ходить? Не имеет никакого смысла. Тут дофига платформ, то есть дофига движухи разные. Впереди еще больше всякой разной движухи. Вот. Кстати, я иду, я думал, больше всяких подсветок, да, есть. Но на самом деле, что-то они то ли повыключались, то ли еще чего. Ну, те дома, они были все посвящены, да. Все, как гирлянды светились новогодние. Те, только подъезды. Это что-то грустно. Вот. В этом городе я действительно давно не был, да, вот смотрите. Даже торговый центр успели построить. Прямо посередине. И это в дополнение к огромному красному киту, про который все знают там. Торговый центр из многих-многих корпусов, да. Вот. Так видите, конечно. Как только успевают. Ну, тут уже никакого строительства нету. Тут уже все застроили. Нету свободного даже места нигде. Вот такие дела. В общем, побывал в торговом центре, да. Совершенно понятно, что тут собрались все мытищи, да, в нем. Потому что такие толпы, да. Школьникам не нужно никакие другие развлечения. Только в Макдональдс собраться, да и жрать, да. Вот. А я в регут. Ну, в общем, фиг с ними, с торговыми центрами, да. Народ не в них живет. Хотя, если выглядеть вот так, да. То кажется, что как бы так и есть. Потому что торговые центры, они до половины высоты дома доходят. Вон там Атак. Магазин Атак есть. И он чуть ли не пятиэтажный. Вот. Вот такие вот дела. Я жаловался в том городе на торговлю, да. Там обилие торговли. А тут она монополизирована, но она круче. Вот, короче, показываю, что я не шучу, да. Ничего не строится, но тем не менее, вот. Вот она идет стройка. Вычленили и все-таки вместо парка, вместо пустого места все-таки нашли, куда дом влепить. Притом какой-то треугольный. Вот. Вот они, те крутые новостройки, что я хотел показать. Вот видите, да. Все-таки с какой-то стороны они еще хорошо выглядят, да. Хотя все обрамления вот это сняли, да. Ярлянды по краям висели, вот. А сейчас стало как-то вот попроще. Унырие. Но тут есть школа робототехники. Это, наверное, вообще прикольно. Вот. Школа робототехники – это EvreGood. Интересно, чему там учат? Ардуино собирать? Или Lego конструировать? Вот. Я как-то представляю, не представляю, что она будет российская. И там действительно будут роботов собирать, да, и советского конструктора. А обычный дворик выглядит обычненько, да. Хоть он будет в мытищах, хоть в северных котищах, да, одно и то же. Всегда одно и то же. Но есть элементы дизайна необычные. Даже тут. Смотрите, какие вот эти у подъезда штуковины, да. Решетчатые все. Вот. Сейчас подойдем. Покажем. Вот видите. Вот такие вот элементы дизайна. Офигенные. Вот. А так все то же самое, что и везде. Вот. Даже не знаю, что тут обозревать по ночам. Ночной обзор. Куда мне тут идти? Я даже не запланировал. Маршрут просто взял и попер, короче. Но я примерно предполагаю, что тут где есть. Только вообще карту не посмотрел. Забыл. Забыл карту глянуть. Но надеюсь, куда-нибудь выйдем. Куда-нибудь. Да, выйдем. Не знаю, видно или нет, но опять эти печные трубы по самую верхушку дома, да. Котельная, что ли, у них в подвале. Вот еще одна. Точно такая же. Котельная, что ли, в подвале была. Не знаю. Короче, это для меня новинка. Я вижу это второй раз за все время. То есть в двух обзорах. Вот. И для меня это как-то новинка. Вот. Что, зачем и почему. Да, только в домах 40-х годов постройки. Но до 60-х. Вот. Может действительно какое-то там или бомбоубежище, или какая-то котельная в подвале. Вот. Действительно, где углем топит. Не знаю, не в курсе. В этом городе, в отличие от города Щелково, мы какой-никакой, а парк нашли. Вот. Парк вот небольшой такой. Вот здесь и детская площадка. Елочек полно, да. Виды на крутые дома. Вот. Но уже не видно их. Вот. Полно елочек такой. Прикольненький парк. Вот. Вообще круто. Круто и распальцовано. Мне кажется, я тут был и был доволен, да. Этим всем. Вот. Таше Эври Гуд. Вери Найс. Ис Бегинер. Ис Бегинер. Действительно. Действительно все офигенно. Но мы пойдем в те дебри. Я думаю, в те дебри. Если видите, смотрите, какие благоустроенные квартирки и подъезд. Вот. Вообще врибест. Там еще потолки такие высокие. Вообще офигеть. Вот. И по центру двора котельная. Во, офигеть, короче. Крутой домишко, да. Сталинские. Все-таки дома имеют привилегии, да. Вот сталинские, да. Особенно на первом этаже. Там вообще, наверное, 4 метра высота. Вот видите, по этим окнам, если вы едите. Вообще на 4 метра высота. Вот этому всему, да. Но, к сожалению, я иду в тупик. За этой котельной. А, нет, дорожка есть. Есть дорожка. Кстати, в одной хрущевке, похоже, одна из хрущевок имела раннюю серию. И я там нашел потрясающую для себя фигню, которую я тоже никогда не видел. Знаете, какую? Опять какой-то пишут в ВКонтакте, да. В общем, вот. В одном из домов хрущевочных ранней серии я увидел. И не мог это развидеть больше. Там, короче, перила вот эти, огороженные перед окнами, да. Чтобы их ногами окна не разбивали. Они не железные, а из деревянных заборчиков таких. Это офигеть. А для меня в новинку. Подарочный маркер. Но если я возьму подарочный маркер, подумают, что я тут вандализировал стены. Так что подарочные маркеры я не беру. Обычное ателье ремонтом. Блин, смотрите, какие на окнах, какие фигурные эти штуки. Вот. Вообще, бест. То есть окна не просто загорожены решетками, а фигурными такими классными решетками. В общем, звонят, меня раздражают, да, прямо. В самый неудобный момент, как всегда, да, позвонили. Решетки на окнах обозреваешь, да, блин. А они звонят. Вот нафига вы это делаете? Да, мне звоните, когда у вас ко мне дел никакого нет. Я это никогда прям не пойму. А я ничего, мне звонить, когда, когда это. Когда дела нету, просто какую-то фигню спрашивать. Что звонить-то тогда? Не звоните, я уже как-то говорил. Стол для пинг-понга. Не звоните, пишите смс. У меня было такое. Подоконник в урну выкинули. Вообще. Что творят, господа, короче. В общем, мы пришли какой-то в тупик. Вот, ой, ходили, ходили, ходили. Пришли в тупик. Тут нет арки, я не пройдусь здесь. Вот. Ну, а подъезды прикольные, да, вот мытищи. Я имею уже базовое... Базовое знание, что это такое вообще, эти мытищи. Олимпийский проспект 21. Вот. Короче, пока отсюда выберешься, будешь уже олимпийцем. Скорее всего, да. Погода крайне неприятная. Есть я уже говорил, не говорил. Короче, Сегодня Плюс один и дождь. И скользко. И все растаяло. В общем, вообще крайне неприятно. Каким бы я ленивым и жирным видеоблогером бы не был, но не показать новостроечные районы, не показать, я не могу просто. Они офигенно, господа. Вот. Прям вообще хочется по ним ходить даже. Но у них похоже еще... А, у них уже все застелены, то что-то, господа. Вот. Офигеть. И где они столько места нашли? Что они здесь снесли? Вот. Ну, офигеть, конечно. Мне такое нравится. Кто-то спросит меня, что такое мытищи. А я ему и отвечу. Мытищи – это путешествие между двумя заборами. Вот. Как, кстати, и некоторые районы Москвы. Некоторые районы Москвы – это тоже путешествие между двумя заборами. И когда ты так идешь, да, то чувствуешь почему-то себя дураком. Вот. Когда между двумя заборами ходишь. Вот. Вот не знаю. Вот как-то вот оно так. Как-то и неприятно это, да. Неприятно это. Как в немецком концлагере. То ли дураком, то ли как в немецком концлагере. Вот. А к новым крутым районам, знаете, что? Добавляется новая крутая гимназия. Вот. И это вообще респект. Респект, да. Мы идем, кстати, в новый район. В новый крутой. Распальцованный. В тот самый. Что из любой точки Матищевиден. Вот. Я надеюсь, мы дойдем. И там нас не встретит забор. Потому что это было бы грустновато. Повстречаться под конец, да, с забором. Под конец нашего путешествия, да. Вот. Вот. И напротив гимназии такой небольшой парк опять. Вот. Так что недостатка в парках тут нет. И это не город Щелково. Город Щелково был в Русте именно тем, что мы в нем не нашли небольшого количества зеленых территорий. Ни парков, да. Вот. А город Матищи этим получше чуть-чуть будет. Только мне опять придется между заборами идти. Как уже это мне надоело. Но да ладно. Я не вижу другого пути, кроме как между заборами ходить. Потому что все огорожено. Видите? Какая-то пятиэтажка огорожена забором. Вот. Турнички. А смогу ли я подтянуться? Навряд ли. Прилипну. Если я буду пытаться, даже я прилипну. Вот. Ни детская площадка. Она, кстати, открытая в этот раз. В каком-то городе. А, около юбилейного я удивлялся. Что детскую площадку закрыли, да, огородили там. И вообще забрали себе, приватизировали. А я этому очень удивлялся. И это непонятно. Когда такое строят, а потом закрывают. Это никакой никому пользы, значит, не несет. Итак, господа. Короче, вот они крутые распальцованные дома вблизи. Вот. Куда мы тащим-то и исследовали, да? Вот. Выглядят они очень офигенно. Вот. Мне прям нравится, да? Базар-бай. Рядом какой-то базар-бай. А как вылезти оттуда к станции, я не понимаю пока еще. Ну, сейчас будем искать. Вот еще раз поглядите. Побегу на электричку, потому что электричка опять убегает. Вот. Every good. Короче, классно все. В общем, я нашел, куда вылезать. Как раз по тому торговому центру Артемоу, что мы видели в начале. Да, вот он. Прямо по центру кадра торговый центр Артемоу. Где я удивился, как быстро его построили. Вот. Так что, сейчас выберемся отсюда. КОНЕЦ